Категорически приветствую, уважаемый! На рынке VR-игр создалась такая штука, что все говорят только о каких-то мега-новинках и революционных проектах прямо сейчас. Это все, конечно, замечательно, но тебе не кажется, что мы что-то упускаем? Именно этим вопросом я решил заняться на прошлой неделе, потому что... А почему, собственно, и да? За окном уже целый 2023 год и в стиме вышел уже навал на бесплатных VR-игр разных качеств и жанров. И до сих пор почти каждый день выходит в релиз какой-то новый продукт. И кому-то же нужно это все протестировать, отобрать самые интересные и рассказать об этом, верно? Нет? Ну, в любом случае, с сегодняшнего дня лично я буду этим заниматься. Ну, думаю, стоит подметить немалозначительный факт, который я сейчас придумаю. Я высококвалифицированный специалист по разрезанию кубиков бицебер. Ты только глянь на этот график, я поднялся с самых низов почти до топ одного мира. А еще, ну, у меня 8х часов на копаре с R18 патчем, естественно. Но это так, по секрету. Надеюсь, больше ни у кого не осталось вопросов по поводу моей профессиональной кандидатуры и капитации в данном вопросе. Ты на канале Хадека, меня зовут Влад, пожалуй, наконец-таки начнем. Сегодня лично я, как высококвалифицированный специалист по отбору качественных бесплатных игр, открою тебе сегодняшний топ из 10, целых 10 бесплатных игр в стиме, которые, по моему мнению, заслушивают твоего внимания. Для каждого видео вот такого формата я, естественно, буду выбирать только интересный и, естественно, непопулярные игры, которые, по моему мнению, войдут в этот список. Блин, уже погнали смотреть, что там по играм, ё-моё. А на 10 месте расположилась игра вот с таким прекрасным названием, которое я не прочитаю, к сожалению. Это карточная игра, которая заточена под мультиплеер. В игре присутствует более 160 разновидностей различных карт с индивидуальными характеристиками. Чтобы пользоваться картами, необходимо, чтобы количество маны, это вот этот синий значок слева, который обновляется с каждым ходом, было как минимум столько, сколько требует карта. Игра также является кроссплатформенной, из-за чего в ней постоянно есть онлайн. Также большим плюсом является и то, что для игры можно и не использовать VR-шлем вовсе. Поэтому можно, нет, даже нужно позвать тех друзей, у кого нет шлема. Ведь вместе всегда веселее. Игра очень понятна в освоении и есть даже обучение. А также в ней присутствует русский язык, хотя на странице в стиме это не указано. Более подробно о геймплее и о самой игре в целом можешь посмотреть на странице в стиме, которую я оставлю в ссылочке в описании, как и к другим играм из этого списка. А вот эта игра вдохновлена вселенной из фильма «Первому игроку приготовиться», где каждый стремился получить как можно больше очков за выполнение различных миссий, тем самым пытаясь занять наивысшую строчку в таблице лидеров. Если вкратце, то в игре есть 5 разных режимов и, нет, даже правильнее сказать, миров. Подземелье, мир аркадных игр, кооперативная и соло-оборона от Волн Нежити, а также Арканойя, ну только в VR. А на очереди у нас стандартный соло-гольф VR, причем у которого есть около 180, черт возьми, достижений. Думаю, любителям достижений это будет приятным дополнением. А также небольшая мотивация зайти в игру. Печально, но онлайна или кооператива в этой игре нет, однако даже так десяток минут в день здесь провести можно. Dragon VR. Это, грубо говоря, очень красивый симулятор полета на драконе, но перед этим нужно решить некоторые небольшие головоломки, чтобы прокатиться на этом могущественном существе. Локализации на русский язык разработчики не завезли, да и это не требуется. В основном используются понятные изображения, поэтому недопонимания в прохождении игры быть не должно. По крайней мере, я со своим уровнем английского, который равняется примерно нулю, все понял. А вот эта стелс-игра уже имеет русский перевод. Мы в роли хакера. Используя камеры видеонаблюдения, будем помогать одной девушке пробираться через множество опасностей в пяти захватывающих эпизодах. Прохождение рассчитано на несколько часов геймплея, достижения имеются, однако кооператива нет. Пятерку открывает игра, созданная по мотивам Звездных войн. У меня все прохождение заняло около 10 минут, но это был очень интересный опыт. Изначально идет небольшое повествование истории, после которого нам в руки дают целый световой черт возьми мель, чтобы мы смогли начать обороняться от внезапно атакующих нас дроидов. Я решил поставить эту игру аж на пятое место, так как у нее есть два хороших таких недочета. Первое, это, к сожалению, производительность первой минуты игры, однако потом эта проблема исчезнет. А второе, это неудобство взаимодействия вот с этой вот панелью с кнопками. Она находится примерно в полутора метрах от центра игровой зоны, и приходится нормально так тянуться, чтобы игра продолжила свое повествование. Но даже учитывая все это, я думаю, что игра достойна внимания, хотя бы потому, что есть возможность использовать генитарный световой меч. На четвертом месте расположилась игра под названием Nvidia VR Fan House. Она предлагает различные мини-игры. Здесь можно стрелять по мишеням в виде вас и тарелок, раздавать хедшоты налево и направо в прямом смысле этого слова. Ну и самое главное, здесь можно проявлять все свои знания в области квантовой физики, воссоединяя абстрактные концепции кинетически потенциальной энергии со основополагающими принципы квантовой механики. Только для того, чтобы попасть этим глупым мечом в кольцо. Не, ну, ты просто посмотри на это. Ну, невозможно, что туда мяч закинуть. Хотя, это, возможно, проблема во мне, но не суть. Аэрокар открывает тройку лидеров в этом топе. Собственно, это простая, но очень захватывающая игра для виртуальной реальности про пилотирование аэрокара по футуристическому городскому пейзажу. И это, черт возьми, круто. Серьезно. Через видео не передать тех ощущений, которые можно получить в первые минуты игры. Для кого-то покажется плюсом, для кого-то минусом, но, к сожалению, со всеми этими кнопочками в корабле взаимодействовать нельзя. Управление здесь очень простое. Когда зайдешь в игру, добрый разработчик покажет, куда надо дожать, чтобы полететь и не врезаться в стену здания. Да, и такое здесь бывает. Вообщем, очень интересный опыт. Рекомендую. Super Raft Bolt VR. Эта игра с очень приятным визуалом представляет собой рогалик и шутер, в котором нужно выжить в море, обороняясь от морских существ, чудовищ и различных пиратов. Параллельно этому необходимо будет строить свой плот. В игре присутствуют четыре вида оружия, такие как пистолет, револьвер, дробовик и лазерная пушка, которые открываются по мере игры. Также после успешно пройденных, скажем так, нападений или волн, можно выбрать один из трех предложенных модификаторов для дальнейшего прохождения. Это может быть своеобразный дрон, который работает как турель, различные модификаторы к выстрелу, ну, например, шанс на двойной урон или моментальное убийство с очень маленьким шансом. В игре также присутствуют лидерборд и ачивки. Достаточно затягивающая игра, на час-два точно затянется. Ну, а теперь долгожданное первое место. Ты любишь аниме? Если да, то я на все 100% уверен, что игра тебе более чем понравится. Это, грубо говоря, визуальная новелла в VR. Во время прохождения можно будет прочувствовать характер персонажей, и это, черт возьми, так мило и необычно. Время игры примерно 10 минут. Любителям крайне рекомендую скачать сие произведение искусства. Игра, правда, на один раз, но все равно, круто же. Итак, вот и закончился сегодняшний наш топ из игр, которые были взяты из самых глубин стима. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Обязательно, если тебе что-то не понравилось, нажми дизлайк и напиши, собственно, объективный комментарий на этот счет. Надеюсь, на какой-никакой, но фидбэк с твоей стороны. Так я буду хотя бы знать, что как бы, ну, ёкарный бабай, переделывай, все фигня. Ну, или же, если всем это понравится, то будет, конечно, очень здорово, и я продолжу искать классные бесплатные игры. В самых, опять-таки, недрах стима. Также у меня есть свой игровой дискорд-сервер с более 1000 человек. Можешь присоединиться по ссылке в описании, если хочешь. Также я оставлю ссылку на мой профиль в стиме. Думаю, мы бы могли с тобой сыграть вместе, если бы ты захотел этого. Ну, там, напиши мне вся фигня. Ну, у меня, собственно, все. И, правда, большое тебе спасибо за просмотр. Надеюсь, что тебе понравилась моя, вообще, подача контента. Ну, а я что? Я пока что ухожу в закат и желаю тебе удачи. Еще услышимся. Продолжение следует...